Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Утро на Болткоме. Как обычно в это время мы говорим доброго вам утра. Утро на Болткоме начинается. Олег Пек и Александр Шунин в этой студии. Здравствуйте. Здравствуйте. И хорошее... Ну, кто-то скажет, что может быть пасмурное осеннее, но на самом деле вот по сравнению с горящей Европой прекрасная у нас погода. Теплое море, все замечательно и прекрасно. Об этом мы еще поговорим обязательно и о прогнозах погоды. Но на часах уже то самое время, которое мы называем Киевским. Киевское время. Программа, посвященная Украине, ее культуре, ее героям. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на Радио Болтком слушайте программу «Киевское время». Об истории, культуре, современной жизни Украины. О героях прошлого и настоящего. Киевское время на Радио Болтком. Начинается программа «Киевское время» и у нас на прямой связи интеллектуал, знаток, писатель, кулинар и даже бард Борис Бурда. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Да, ну может быть, как бы ни хотелось, может быть, с каких-то грустных, печальных, все-таки действительно идет война. Как вот эта война отразилась на работе клубов-знатоков? Вообще, насколько вот здесь вот прошел ли раскол какой-то и появились ли действительно люди, с которыми вы больше не общаетесь, с которыми раньше вы общались? К сожалению, это неизбежно. Но подавляющее большинство на правильной стороне. Постоянно проходят игры, даже сейчас. Очень часто это мероприятия, которые собирают деньги для Украины и вносят свой вклад. И большинство знатоков, ну скажем, люди не очень глупые и понимают последствия своих действий. Так что, как ни странно, и эта часть мира живет, как прежде жила. Хотя, конечно, стало. Гораздо тяжелее и противнее, отрисать это невозможно. Говорить, что война не трагедия, тоже, наверное, нелепо. Говорить, что война не подлость, вообще невозможно. А жизнь продолжается. И игры тоже. Но вот скажите, а не изменилось ли все-таки с годами? Потому что мы все прекрасно помним, как все мечтали стать знатоками. Как все мечтали попасть или хотя бы каким-то образом оказаться сопричастными. А затем наступили и тяжелые 90-е, когда вдруг образованность, интеллектуальность казалась чем-то ненужным в жизни. Больше пробивные локти. А потом более такие сухие, нулевые. И вот как вам кажется, интеллект, он по-прежнему в цене в моде, вот такого рода интеллектуальные игры? Скажем так, чисто по количеству их участников, я пока констатирую, что мода не прошла. Более того, что это не мода. Мода проходит обязательно. В интеллектуальных играх есть некая важная основа, которая будет работать и тогда, когда это модно, и тогда, когда это не модно. Она ведь учит не знать. Знать это не трудно. Она учит думать. Вот многие говорят, что сейчас знать? Google все знает. Да, ответ на ваш вопрос в Google есть. А вы можете спросить у Google именно то, что нужно? Конечно, помню, был замечательный рассказ великого фантаста Роберта Шекли «Мешок». О неком загадочном таком космическом образовании, которое отвечало на любой твой вопрос. А на какой вопрос надо ответить, не говорила. И в итоге пользу от него получил только тот, что знал, что спрашивать. А для этого нужно уметь думать, думать самостоятельно. И интеллектуальные игры именно этому учат. Ну и, к слову сказать, задать свои правильные вопросы Борису Бурде можно будет в Риге 13 августа. А Борис выступит в таком формате «Встреча с интересным человеком». Да. Да, это достаточно часто приходится делать. Хотя эта формулировка, мне кажется, неубедительная. Но очень интересна. Давайте я сразу скажу. «Я умею играть со всеми, практически со всеми». Как-то человек приходит, сам этого не ожидая, и вдруг становится участником игры. Более того, понимает, что это ему очень симпатично раз, совершенно посильно два, и доставляет удовольствие три. Так что приходите, испытайте это сами. Случаев слишком много. А начинают ли присутствующие непосредственно рядом с вами не только играть, но и петь, и что-то готовить? Потому что вы же известный кулинар и бард. Как вы всё успеваете вообще? Вот главный вопрос. Да-да-да. Значит, всё человек успевает в пределах отпущенного ему времени. А быть кем-то одним-единственным – это мало у кого получается. Был у меня в жизни такой замечательный человек, автор книг, на которых выросло всё поколение физмошкол моего времени, Яков Исаевич Хургин, профессор, доктор, член-кор и всё такое. Так он мне говорил. Я никогда не говорю своим товарищам по академическим кругам, что я пишу популярные книжки. Такое начинается, но не писать я их тоже не могу, потому что свои научные работы я не мог бы вести с таким успехом. С какими я веду, когда пишу эти популярные книжки? Дело в том, что человечество делится примерно в отношении 4 к 1. 80% людей не могут заниматься одним делом. Каждый пятый действительно должен заниматься чем-то одним, только этим он заниматься не может, и ему нужно его больно давать по рукам, когда он занимается чем-то другим. А 4 из 5 не могут заниматься чем-то одним, они просто перестанут работать, зачахнут и будут скучать. Я принадлежу большинству, 4-5. И знаете, какие люди бы вокруг меня не собирались, всегда это то самое большинство. Скажите, а вот для того, чтобы стать действительно эрудированным человеком-знатоком, мы уже вот как бы вы проговорили то, что это недостаточно просто знать. Но что нужно, вот какой объём знаний? Можно этим человеком-знатоком-интеллектуалом рождаются, или всё-таки можно стать им путём занятий? И вот как эти занятия организовать, если это так? Ну что вам сказать? Ну это реторический вопрос. Вам ясно, что правильный второй ответ, и мне тоже ясно. Конечно, всё это делается, всё это создаётся. И самое важное, конечно, среда окружения, среда, которую создают ещё ребёнку, ещё в детстве. И самое главное в нём, мы учим в школе физики 6 класса. Помните, вы что же изучали? Закон сообщающихся сосудов. В сообщающихся сосудах жидкость устанавливается на одном уровне. Точно так и с людьми. Если вы общаетесь с теми уровенью, которых выше, ваш уровень будет расти. Кстати, их уровень будет падать. Они должны будут общаться с кем-то, чей уровень ещё выше. Где-то наверху есть люди, которые, как солнечные батареи, заряжаются прямо от солнца и всем это раздают. Но самое главное – это находиться в среде, где ты самый маленький, слабый, глупый и плохой. Находиться среди тех, кому не ты что-то объясняешь, а тем, кто могут что-то тебе объяснить. Совершеннейшая физика – закон Архимеда. И знаете, этим нужно очень заниматься прямо с детства, чтобы дети были в таком окружении. Знания не стыдно выпрашивать. Знания нужно впитывать каждым кусочком. И, может быть, даже не только знания, а понимание. Я ещё раз говорю, важно не знать ответ на вопрос. Важно знать, какой вопрос задать. И очень хорошо помогают для этого игры. Это модель. Модель решения тех проблем, которые есть в обычной нашей жизни. С самого начала у ребёнка можно спросить что-нибудь, что он вряд ли знает, но может догадаться. Например, вот любимый мой вопрос, который я начинаю с людьми, которые вообще даже не играют. Змеи сворачиваются в клубок. Жабы стекленеют до ломкости. Волк ничего особенного не делает. А что в это время делает медведь? Я понимаю, время пошло. А я так предположу, лапу сосёт. Ну вот, вы совершенно правильно ответили. Всё происходит зимой. Это всё признаки зимы. Детский уровень я прошёл. Ну, не задавать же вам взрослые вопросы. Здесь нет команды из шести человек. Безусловно. Кстати, ещё одна полезнейшая штука, имеющаяся в командных интеллектуальных играх. Обучение взаимодействию. Когда я тренировал различные команды, а я тренировал победителей крупнейших турниров, я всегда им говорил, я не научу вас ничему новому из каких-то новых знаний. Это невозможно. Это вы можете только сами. Я научу вас пользоваться теми, которые у вас есть, и обмениваться ими. Это единственное, что я могу сделать, но это тоже очень важно. И это действительно очень важно. Вообще говоря, какие-то великие открытия совершаются одним человеком. Это так. И буквально в то же время ещё десяткам. Вы слышали такое слово «эффект Александра Попова»? Ну, правильно. Попова-то... Ну, то, что радио появилось и в Маркони, Гильермо Маркони, и ещё ряд. И в каждой стране у своего человека. К изобретениям, к открытиям подходит время, и они буквально валятся отарами. Просто какой-то человек вдруг оказывается первым. Как Александр Белл, который тоже прибежал, по-моему, говорят, что через два часа принесли заявку с той же идеей после Александра. Я говорю, я опоздал на два часа по сравнению с Александром Грэхэмом Беллом. Это совершенно точный факт, поскольку патентное бюро аккуратно записывает время с точности до минут. Господи, возьмите, откройте любую статью энциклопедии, скажем, закон сохранения энергии, и увидите, какое кошмарное количество людей его открыло. О законе сохранения массы не говорю. Но почему же именно такое большое количество? Потому что идея назрела. И главное — открыть её. А для этого, ну, может быть, любой толчок. И очень важно уметь подавать правильные толчки вашим соседям по столику для обсуждения то ли игрового вопроса, то ли научные проблемы, то ли жизненные ситуации. Этому надо и очень полезно учить. Но вот как смоделировать эту команду знатоков, условно говоря, на... Это же, в принципе, прекрасный вариант для предприятия, где, ну, любой компании, занимающейся какой-то деятельностью, где необходим мозговой штурм. И вот нужны... Я попробую подкрепить ваше утверждение. Когда я только начинал играть в эти игры... Кстати, я очень не хотел, я сопротивлялся, отбивался. Меня заставило комсомольское начальство. Причём шантажом и угрозами. Как это было? Ну, расскажу уже прямо на игре. Это отдельный интересный рассказ. И вот, когда мы начали проводить такие игры в Одессе... А мы проводили очень интересные игры. В каждой нашей игре было шесть новых игр, которые мы специально выдумывали именно для этого вечера. Мы выдумали практически все существующие телеигры раньше, чем они появились в эфире. Ну, не что где тогда, что где тогда было. Раньше мы появились в 83-м году. Так вот, одна из игр была такой. В каждой команде выдавались некие условия изобретательской задачи. Реальной изобретательской задачи. По итогам решения, которые получили настоящие патенты или авторское свидетельство. Подумав пять минут, все до единой команды решили эти изобретательские задачи. Ну, это не могли сделать эти изобретения. Да это не так сложно. Не все изобретения так уж трудны. Конечно, выбирались не самые головоломные, но там было о чем подумать. И до этого доходили. Собственно говоря, как я понимаю, это уже реально используется. И по той же игре, что где когда, еще в начале, когда я пришел в эту игру, в 90-м году, мне сообщили, что по ней уже защищена докторская диссертация и шесть кандидатов. Ну, я помню, было когда-то такое увлечение тризом, теория решения изобретательских задач. Да, был такой очень интересный человек, Генрих Саулович Альтшуллер, он же писатель-фантаст Генрих Альтов. Он создал целую теорию. Просто все теории страдают одним недостатком. Они не решают все проблемы на свете. Но что делать? Зато некоторые проблемы они решают. И тризы сейчас существуют. Этим и сейчас занимаются. Это уже, можно сказать, научный факт. Скажите, а в 21 веке может ли интернет заменить книги для интеллектуального развития? Ну, то есть вопрос может заключаться в следующем. Обязательно ли только читать книги, бумажные или электронные, или достаточно в сети ресурсов для поднятия своего интеллектуального уровня тоже? И не нужно стесняться, и не нужно отвергать интернет как источник? Ну, скажем, стесняться и отвергать интернет как источник точно не нужно. Это так же логично, как, например, отказаться от обычных книг, говоря, что то, чем вы можете по-настоящему пользоваться, только то, что вы помните. Где в этом логика? Нигде. А, между прочим, она такая же. Кстати, совершенно все равно, я надеюсь, вы это понимаете, читаете ли вы книгу на бумаге или с экрана. Буквы совершенно те же. Многие, наверное, скорбили, когда появился неудобный, мягкий, некрасивый папирус, и пришлось отказаться от огромных, удобных, привычных, глиняных табличек, на которых писались книги в древнем Вавилоне. А буквы могли бы быть те же, собственно говоря. Так что интернет тут ни при чем. Интернет вообще, ну, скажем, иногда является огромным сборником книг. Практически все книги есть в интернете. Если вы будете читать их из интернета, почему нет? Просто информация из интернета слишком хаотична, обучающего эффекта у нее нет, поскольку в книге информация по интересующей вас проблеме отобрана. Так что в любом случае придется читать. Но вот страха перед тем, что читаешь с экрана, а не с бумажного листа, у меня нет. Я знаю, что мои дети, в отличие от меня, наверное, уже прочли больше книг с экрана, чем с бумаги. Но они читали книги. И нет разницы, откуда. История может... Ну, вот ваше отношение к истории как к науке, поскольку мы вот только на моем веку переписывались и учебники, и менялись исторические концепции не раз, и мы видели, вот как со сменой строя тут же отвергается все, что было раньше. На чем можно основывать, вот есть ли какие-то все-таки незыблемые какие-то вещи, которые позволяют делать историю наукой? Незыблемые вещи — это только факты, а интерпретация их уже, к сожалению, очень субъективна. Истории очень мешает стать наукой актуальная политика. Это мы все знаем. А средства примерно тоже, которые помогают сейчас разобраться в кучах фейков, в кучах подозрительных фактов, иметь несколько точек зрения, сличать ее и отбрасывать то, что невозможно и маловероятно. Это очень трудно, но приходится делать. И еще одно. Нужно, конечно, с очень большим отбором относиться к источникам, в которых вы черпаете информацию. Если кто-то явно пойман на вране, будьте осторожны преподносимым фактам, даже если они имеют железобетонное подтверждение. В любом случае, скорее всего, окажутся и факты, работающие на другую концепцию. Так что абсолютного средства нет. Мы оказываемся зависимы от собственных решений и от этого никуда не деться. Кстати, это тоже хорошее свойство игры. Там ты тоже зависим от собственных решений. И твое дело заботиться о том, чтобы они были наилучшие, иначе проиграешь. В игре это просто означает проигрыш, в жизни может означать очень многое. Итак, читаем книги, интеллектуально развиваемся и встречаемся с Борисом Бурдой в Риге 13 августа. Это суббота. Подробности можно найти в интернете на сайте bep.lv. Bep – это Business Education Plus. Борис Бурда был с нами на прямой связи этим утром. Огромное спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Хорошего дня и до встречи в Риге. До свидания. До встречи в Риге. Всего доброго. До встречи. Слушайте Радио Болтком.